Девушки отдыхают Где бы ни применялась сварка Она позволила создать принципиально новые строительные конструкции Внести коренные изменения в технологию монтажа Динамичность современного производства Частая смена строительных объектов Требует быстрого освоения различных видов сварки Наиболее широкое распространение получила ручная дуговая сварка плавящимся электродом Для ручной дуговой сварки используют электроды различных марок Электрододержатели, щитки, маски и другой специальный инструмент Электрод представляет собой металлический стержень со специальным покрытием Которая обеспечивает стабильное горение дуги Защиту расплавленного металла от кислорода и азота воздуха Раскисление и легирование металла сварочной ванны А также рафинирование, очищение от серы и фосфора В момент соприкосновения электрода с изделием, основным металлом Происходит короткое замыкание в электрической цепи При этом выделяется большое количество тепла При отводе конца электрода на 3-6 миллиметров Мостик из жидкого металла разрывается И возникает электропроводный газовый столб Так называемая сварочная дуга Основной металл и электрод плавятся Металл электрода в виде капель переходит в сварочную ванну По мере колебательного движения электрода вдоль кромок В передней части сварочной ванны происходит процесс плавления А в хвостовой процесс кристаллизации и формирования сварного шва Ручной дуговой сваркой соединяют стали, цветные металлы и их сплавы Практически любой толщины Сварку можно производить во всех пространственных положениях Нижнем Вертикальном Потолочном Этот вид находит широкое применение при монтаже железобетонных конструкций Металлических колонн Балок Ферм Ручная сварка применяется также при монтаже декомпозеров Куполов воздухонагревателей Цементных печей Целиндрических вертикальных резервуаров Шаровых газгольдеров Этот вид сварки можно выполнять и под водой В любых пространственных положениях При этом дуга защищена газовым пузырем Ручная дуговая сварка применяется и при ремонтных работах строительных механизмов При изготовлении крупных блоков из металлических конструкций В условиях заводских цехов Применяется комплексная механизация и автоматизация сварочных работ Если выполнять сварку голым электродом А кромки металла покрыть цепучим флюсом Тогда жидкий металл в зоне дугового разряда Хорошо защищен от влияния кислорода и азота воздуха Флюс выполняет те же стабилизирующие, защитные, лигирующие, раскисляющие и рафинирующие функции Что и покрытие электродов Качество сварного шва при этом выше, чем при ручной дуговой сварке Этот вид сварки осуществляется автоматами Самоходными сварочными тракторами Их применяют при сварке прямолинейных и криволинейных швов большой протяженности В бункер засыпают флюс, который покрывает электродную проволоку и кромки изделия слоем в 40-50 мм Специальный механизм подает проволоку со скоростью соответствующей скорости плавления Под слоем флюса дуга горит устойчиво Плавится часть флюса, кромки металла и электродная проволока При остывании металла образуется шов, покрытый шлаковой коркой Под флюсом он остывает медленнее, отчего улучшается структура металла В условиях производства автоматическая сварка под флюсом Может также выполняться сварочными головками двух типов Когда сварочная головка движется над неподвижным изделием Или устанавливается неподвижно При этом перемещается изделие Для сварки металлов большой толщины Сварочную головку оснащают несколькими электродами Этим достигается повышение производительности наплавки Скорость сварки увеличивается Для сварки вертикальных или наклонных соединений большой толщины Используется высокопроизводительная электрошлаковая сварка К обеим сторонам стыка с некоторым зазором подводят медные ползуны Ползуны охлаждаются водой В зависимости от толщины металла Заводят одну или несколько электродных проволок И засыпают флюс Процесс сварки начинается с зажигания электрической дуги Образуется слой электропроводного жидкого шлака Который шунтирует дугу и она гаснет Ток проходит по шлаку, имеющему большое омическое сопротивление Выделяется тепловая энергия Расплавляется флюс, кромки основного металла и электродная проволока Образуется сварочная ванна По мере заполнения пространства между кромками металлом электродов Источник нагрева, шлак, поднимается А нижняя часть ванны кристаллизуется С увеличением количества электродов Толщина металла практически не ограничивается Электрошлаковой сваркой соединяют углеродистые и легированные стали Этот вид применяется при сварке стыков труб большой толщины После прихватки кромок устанавливаются ползуны Заводятся электроды Засыпается флюс Включается ток И начинается процесс сварки Состыкованные трубы Вращаются относительно сварочного аппарата Со скоростью необходимой для формирования сварного шва В последнее время Для повышения производительности этого вида В зону сварки добавляют присадочный материал Металлическую крупку Широкое распространение получила также полуавтоматическая сварка в среде защитных газов В аргоне В углекислом газе Для сварки в среде аргона применяют специальную горелку Газ поступает из керамического сопла В центре которого установлен неплавящийся вольфрамовый электрод Электрическая дуга горит между электродом и кромками металла В защитной среде инертного газа Аргона Так можно соединять стали Цветные металлы Медь, алюминий Титан, никель, магний И их сплавы Металлы толщиной меньше миллиметра Соединяют без присадочного материала Металл толщиной более миллиметра Сваривают с использованием присадочного материала Процессор гонно-дуговой сварки Хорошо поддается автоматизации При изготовлении трубных плетей полуавтоматической аргонно-дуговой сваркой Необходимо строгое совмещение кромок Их плотное поджатие И точное перемещение сварочной горелки Такой вид сварки применяется также При выполнении корневых швов трубопроводов Из цветных металлов и их сплавов В сооружении ответственных рептификационных колонн и емкостей Защитные функции в процессе сварки Способны выполнять также Более дешевый углекислый газ Для нейтрализации окислительных реакций Применяют специальную проволоку Имеющую в своем составе сильные раскислители Такие как марганец и кремнии Невысокая стоимость материала Возможность визуального наблюдения процесса Определила сферу применения сварки в среде углекислого газа На строительных площадках Неблагоприятные погодные условия Затрудняют использование этого вида сварки Приходится сооружать защитные устройства Для монтажных работ существует и другой вид сварки Полуавтоматическая сварка Самозащитной порошковой проволокой В сварочную горелку полуавтомата Подается порошковая проволока Которая представляет собой металлическую трубку Заполненную порошкообразной шихтой Скорость подачи проволоки Должна соответствовать скорости ее плавления Шихта обеспечивает стабильное горение дуги Раскисление, защиту и легирование расплавленного металла Сварочной ванной Разработаны несколько новых типов полуавтоматов Для сварки порошковой проволокой Их конструкция проста и удобна И не требует подачи флюса или защитного газа Преимущество сварки порошковой проволокой В том, что можно сваривать металлические конструкции Непосредственно на открытых строительных площадках Для повышения производительности наплавки Одновременно применяют несколько порошковых проволок Различные виды сварки Необходимо использовать исходя из конкретных условий Пространственного положения, в котором выполняется сварка Толщины и марки металла Наличие средств механизации и автоматизации сварочных работ И конструктивных особенностей изделия Конструкторская мысль не стоит на месте В перспективе строители получат принципиально новые модели автоматов Сварочные роботы Преимущество сварки Механизированные виды сварки Обеспечивают высокое качество сварных конструкций Повышение производительности труда И отвечают современным методам ведения работ При строительстве атомных электростанций Сальносварных металлических мостов Основание глубоководных морских платформ Телевизионных башен И других крупномасштабных сооружений Сальносварных металлических мостов Сальносварных металлических мостов